Всем привет дорогие друзья, с вами яблочный эксперт и сегодня вам расскажу ТАП 20 нововведений iOS 13 То есть что это такое? Это будут все те фишки, которые есть в iOS 13, возможно скрытые, которых вы не знали, которые вам не рассказали Начнем с первого, это быстрое отключение Wi-Fi или Bluetooth Все мы знаем, чтобы выключить Bluetooth, нужно зайти в настройки, Wi-Fi и только здесь отключаете Когда вы отключаете, именно здесь Wi-Fi он остается серым, но он еще является активным Если мы его вернем обратно, мы здесь можем его использовать, либо же уже в сфере Shortcuts Здесь отключаем его полностью, видите здесь нет и здесь нет Но если мы обратно подключимся, мы также можем отключить его очень быстро через саму Shortcuts Отсюда также, чтобы не искать ту иконочку через верх, через шторку ее таскать Либо же полностью возвращаться опять на рабочий стол с виджетами Вы можете сразу же через, как он называется, считаться этот Haptic Touch Был 3D Touch, вот и в целом 3D Touch очень также помогает Так само вы можете с этим настройки, опять же перескочить сюда Wi-Fi и тому подобное Дальше у нас будет отмена текста и возврат свайпом То есть раньше это было встряхиванием, сейчас же это будет тремя пальцами Допустим, пишем какой-то текст и чтобы, допустим, он останется, нам его нужно вернуть Нужно свайпнуть тремя пальцами вверх и еще раз тремя пальцами вверх, это даже вообще ничего не будет Чтобы это вернуть, то есть это было влево, а сейчас это будет вправо Вы возвращаете текст, видите, влево, вправо, влево, вправо И он возвращается, то есть очень классно, комфортно и удобно Дальше, редактирование текста в заметках То есть у нас, как было таки, остается то, что мы там могли его выделить Точнее вырезать, там, вставить Также мы так можем выделить Вот сделать жирным, там, неважно, подчеркнутым и тому подобное Но еще добавили нам вот такой режим, как вот здесь нажимаем на буковки Так же само мы здесь его выделяем Здесь можем подчеркнуть, здесь перечеркнуть Ну и так же мы можем его сделать заглавным Большим, либо же чуть меньше таким Либо же это будет под заголовок, либо же такой будет шрифт, либо же такой То есть добавили шрифты, проще говоря Также добавили клавиатуру Т9 Т9 у нас не работает на русской, на английской работает Там, допустим, будет Напишем, hey Siri, допустим Hey Siri, go Siri пишет, ну ладно Watch your time Там пускай будет, ну тени пишет Пишешь time, но не всегда срабатывает, еще будет коррекция Ну видите, сами все работает, классно Я надеюсь, сделают и русскую раскладку И будет намного получше Что добавили, темный режим То есть темная тема, заходим в настройки, обои И вот здесь Затемнение обоев выбираете, неважно Либо же вы его можете включить через Вот оформление темы Вот возвращаемся на светлую Видите? А здесь возвращаемся на темную Вот так же вы можете делать затемнение обоев Они будут чуть темнее, чем обычно Вот здесь такие затемненные Такие без затемненных Редактирование фото и видео То есть перейдя в фото Мы здесь можем отредактировать Нажать править И можем заметить те настройки, которые ранее здесь не были То есть либо автокоррекцию Либо же блеск добавляете Оттенки белого, светлого, серого Разноцветного, теплые, холодные Резкости и тому подобное Снижение шума Также это касается тоже к видео То есть очень много, скажем таки, функций стало Которые теперь сторонние программы Просто теперь отпадают автоматически Также, что у нас улучшенный режим безопасности Конфиденциальность А теперь через, когда вы будете заходить в Safari На любые сайты Вы можете использовать свой Apple ID Либо же случайно созданный Apple ID И как бы вы можете не терять Как бы надежду на то, что ваши файлы Данные будут уже сохранены И не переживать Вы откроете какую-либо сайт Неважно Чтобы его сделать в полной версии Теперь вы не зажимаете здесь На обновление в правом верхнем углу А здесь прожимаете на буквы И запрос настольного веб-сайта Вот это будет уже полная версия Чтобы вы понимали Уже ранее чуть не так Оно все работает, как было Локатор приложения Это теперь то объединение То, что было у нас до найти iPhone И найти друзей Теперь это и то, и то Вы можете давать запрос на то местоположение Где вы есть Отправлять друзьям Вместе друг друга синхронизировать И находить Очень классная тема Приложение здоровья Теперь стало более продуктивным То есть там добавили Календарь для девушек То есть теперь они могут Следить за своим циклом И тому подобное Я думаю, они разберутся Они в теме Я не буду вникать в эти подробности Дальше Под меню поделиться Ставим более продуктивным Продемонстрируем на фото То есть нажмем поделиться Мало того, что здесь Вы можете давать пользователям Свои какие-то данные Здесь вы можете добавлять Их в альбомы В общий Скопировать Скопировать ссылку iCloud Скрыть Создать дубликат Обои AirPlay И все Все Что здесь есть Вы можете синхронизировать Со всеми приложениями И уже баловаться Как вам угодно Приложение музыка Теперь есть Поддержка караоке Но сейчас у меня его нет Не знаю, почему Это, наверное, бета-версия Или потому, что Я не Подключался К Скажите, я скажу К iTunes И Как бы она не синхронизировала То есть это Скажем так Несанкционированный доступ Музыки Которые я использовал То есть не через iTunes Загрузил Через стороннее приложение А так будет Поддерживаться караоке Очень будет классно Нажимаете Смотрите Слушайте Музыку Приложение Звонки Есть функция Фильтрация То есть заглушить Все звонки Те, которые От неизвестных номеров То есть там Нет ID Или номер Неизвестен Приложение Карты Старые Улучшены Только Но у нас К сожалению Не будет Она будет Для США Я даже У меня Нет Этой карты Я пользуюсь Мэтсми Они бестолковые Поэтому Я пользуюсь Сторонними Вот и все Дальше Поддержка Геймпадов Это тоже Классная Полезная Функция Поддержка Геймпадов То есть PlayStation И всего остального Можете Теперь Спокойно Работать По Bluetooth Подключать И играть В любимые Игры Это самая Быстрая iOS Как мы знаем В данный момент iOS 13 Даже на бета Версии Это очень Видно Также Они срезали Все приложения Web Store То есть Теперь Web Store Приложения Весят Не так много Как до этого Весили И Как бы Есть Теперь Сравнивать Я думаю Это пойдет Только на пользу Самой системе И в целом Новый интерфейс Регулировки Громкости Сами заметили Что качелька Толще Потом меньше Там с отключением Звука Включением Звука Неважно И чуть Перерисовали Все стало Чуть Красочнее Интереснее Что-то По-новому Внесли Какой-то Новый Свежий Глоток Это Новый Способ Зарядки iPhone Это Но Опять же Это Все То же Что я Рекомендовал Раньше Это Просто Заходите В аккумулятор Включайте Режим Энергосбережения Вот и Все То есть В этом режиме Он немножко Быстрее Заряжается Чтобы Вообще Заряжался Очень Быстро Включайте Включайте Режим Пилот Врубаете Все Просто Wi-Fi Bluetooth И тому Подобное Он еще Быстрее Зарядится Также Есть Такая Уязвимость То Что Siri Показывает Пароли То есть Я ранее Уже Снимал Видео До Этого Будет Подсказка Выше Вы можете Перейти Посмотреть По ней И Как бы Она И так До Этого Не Очень Славилась Тем Что Вы Можете Через Siri Просто Сказать Нам Сказать Именно Hey Siri И тому Подобное Назови Мне Пароль Там Такой Это Соц Сети Он Бац Предложите Палец Или Фейс Иди И Пожалуйста Вы Можете Смотреть То В том Случае Конечно Если Вы Спите Там Кто Воспользуется Тем Моментом Иначе Это Будет Выглядеть Конечно По Другому Но Здесь Сейчас Уязвимость Вообще Страшная Зашли В Пароль Просто Потыкали Быстренько Пять раз На Это И Все Вам Прекрасно Покажет Демонстрировать Не буду Видео Уже Было Все Ранее Записано Вот И Подошло Уже К Концу В Принципе Все То Что Я Нарыл То Что Вы Знали Не Знали Фото Стали Более Теперь Продуктивными То Вы Можете По Дням По Неделям До Ласта По Людями Как Хотите Она Более Стала Умная С Интеллектом Внесли Какие-то Коррекции Интересная Программа Работает Алгоритм Тоже Пока Не Очень Но На Первый Взгляд Все Довольно Таки Неплохо Вот И Все Есть Я Что То Упустил На Редактор субтитров Корректор Корректор